В палеолите в древнем каменном веке делались вот такие рубила или бифасы, двусторонне обработанные орудия. Видите, крупное полифункциональное орудие. Постепенно человек совершенствовался в изготовлении орудий. Появляются топоры, которые позволяли... А он не крошится? Конечно, крошится, но это лучше, чем не иметь топора. Иван – археолог, заведующий филиалом музея-заповедника Эребуни Кармир-Блур, а также научный сотрудник Нью-Йоркского музея в Абу-Даби. Иван занимается изучением эпохи бронзы, а в России он занимался проектированием исторических фестивалей и археопарков или музеев под открытым небом. В частности, такой большой проект – фестиваль «Времена и эпохи» в Москве. Это был самый крупный исторический фестиваль в мире. 8 тысяч участников, из них 2 тысячи зарубежных участников. Было в хорошие времена, когда Россия дружила еще почти со всеми. Мы имели возможность приглашать наших коллег из разных стран. И один из первых археологов, с которым мне выпала удача познакомиться, это был как раз директор музея Эребуни Микаэл Бодолян. Иван признается, что Микаэль с самого начала впечатлил его реконструкциями и подходами, которые использовались в музее Эребуни. Поэтому, когда он узнал, что в Кармир-Блуре предполагается организация площадки живой истории с демонстрацией древних технологий, сразу же заинтересовался и захотел организовать там не только фестиваль и комплексный объект, интересный школьникам и туристам, но и настоящий экспериментальный полигон для археологов. Для Армении это будет нечто совершенно новое и беспрецедентное, поскольку экспериментальная археология тут не сильно развита, говорит Микаэль. В свое время у нас были хорошие специалисты, вот Грачик Газарян, сын знаменитого Паруя Севака, он был одним из самых лучших специалистов по экспериментальной археологии, учеником Семенова, самого Семенова. Ну, после его вот смерти у нас как бы нету специалистов. Ну, вы знаете, археология как бы принимается как неприбыльная работа. Очень многие не хотят идти в археологию. Однако же археологию, продолжает Микаэль, не стоит недооценивать, поскольку археология – это мировоззрение и познавание исторического наследия страны, что позволяет мыслить шире. А помимо прочего, благодаря археологии страна может развивать внутренний и внешний туризм, а также инфраструктуру города, вокруг музеев и исторических памятников. У нас есть очень большая проблема со студентами, которые выбирают археологию. Здесь очень важно, в том числе, и опыт с нашими, обмен опытом. Вот, например, я могу привести пример. Недавно мы пригласили одного из самых известных специалистов по клинописи профессора Ирвинга Финкела из Британского музея. И это во многом очень поменяло мышление наших студентов. То есть многие после этого захотели стать специалистом по клинописи или интересоваться клинописи. Именно поэтому Микаэль так рад приветствовать иностранных коллег в Армении. К примеру, каждый год музей Рябуни проводит проекты с армяно-австрийской экспедицией. А в этом году в сотрудничестве с Иваном Семяном начинается проект с французскими коллегами, при участии которых будет реконструирована одна из стен города Тайшабаини. Для этого будет создано 30 тысяч кирпичей по древней урардской технологии. То есть Кармир Балур, царь Руса II в VII веке до н.э. назвал городом Тайшабаини, городом бога Тайшабы. Тайшаба являлся богом стихии, богом бури, богом дождя в урардском пантеоне. Иван говорит, что они реконструируют стену для того, чтобы посетители могли понять изначальный масштаб крепости и то, как в итоге сформировалась та археология, которую они теперь видят. Исторический парк, который планируется построить в Кармир Балуре, будет как пространством для научной работы экспериментальных археологов, так и пространством популяризации науки. В этом вся суть – показать это именно так, как это было в древности. Для этого мы сооружаем, уже начали сооружать инфраструктуру, которая будет показывать древние производства. Люди смогут посмотреть, как делались бронзовые вещи, как люди делали ткань, как люди делали керамику, и сами попробовать и поучаствовать в этом. Сейчас у нас уже сделан горн бронзового века, мы проводим мастер-классы по литью бронзы, отливаем наконечники стрел, украшения, даже копье и нож отлили. Мы демонстрируем технологию расщепления обсидиана. Кармир-Блур – это один из самых известных памятников, относящихся к государству Урарту. Здесь было раскопано огромное количество археологических артефактов, полностью изменивших представление об Урарту и Этиуне, располагающихся на территории современной Армении. В этот исторический памятник входят цитадель, городище и некрополь. А в ходе раскопок последних лет был выявлен, вероятно, прототип армянских средневековых караван-сараев. В советское время он был очень популярен, но уже после распада Советского Союза, к сожалению, памятник стал мусорной свалкой во многом. Лично я помню, когда в 15-м году я стал заведующим филиала Кармир-Блура, мы начали здесь делать образовательные программы, стрельба из лука, лекции и так далее, и так далее. Ну, здесь было вообще кошмарное место. Ну, мы верили в то, что вот этот памятник станет таким, как он сейчас есть. В свое время, говорит Микаэль, работникам музея при помощи неравнодушных людей пришлось вывести из Кармир-Блура около 1214 рейсов, каждый по 20 тонн мусора, чтобы очистить пространство. Благодаря чему уже в наше время на территории исторического памятника есть возможность не только построить археопарк, но и реконструировать женский костюм бронзового века. Этим займется искусствовед Мария Семян. Во-первых, это очень интересная тема, потому что у людей есть сложившиеся образы, знаете, например, египетских костюмах бронзового века, потому что много материала, много картинок каких-то. А про бронзовый век Армении, например, совершенно нет никаких, ни изображений женского костюма нету, ни вот находок где-то. То есть мы по капельке вычленяем. Это важно, потому что общество здесь в бронзовом веке было очень патриархальное. Все изображения, которые мы видим, они только мужские. Женских изображений нет. Но что хорошо, говорит Мария, так это то, что в Армении очень много сохранившихся украшений бронзового века, что ученые будут также активно использовать в ходе реконструкции пространства. Ну а пока продолжаются активные исследовательские и строительные работы под чутким руководством международной команды археологов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова